Всем привет! Вы на канале PIXELENGER. В этом видео я нарисую большой рисунок, сложный. Я придумала новую схему единорога и хочу с вами поделиться. Рисунок поместится в обычную тетрадку. Я уже отметила края рисунка. Рисунок будет занимать по ширине 29 клеточек, а по высоте 31 клеточку. И чтобы нарисовать этого необычного единорога, я взяла черный фломастер для контура, желтый, голубой и синий фломастер. Вы можете раскрашивать любыми цветами. Берем черный фломастер и начинаем рисовать контур рисунка. Начинаем рисовать от верхнего правого угла. От вот этой клеточки правый верхний угол отсчитываем влево 11 клеточек, на 11 клеточке останавливаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И закрашиваем 8 клеточек влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обводим 8 клеточек по горизонтали и закрашиваем. От этой клеточки по диагонали вниз влево одну клеточку закрашиваем. От этой клеточки идем вниз, 4 клеточки вправо закрашиваем. От этой клеточки по диагонали вниз вправо, отмечаем клеточку. 2 клеточки вправо закрашиваем От этой клеточки по диагонали вниз вправо отмечаем клеточку 2 клеточки вправо закрашиваем От этой клеточки одну клеточку по диагонали вниз вправо закрашиваем И от этой клеточки еще одну клеточку закрашиваем по диагонали вниз вправо От этой клеточки идем вниз по диагонали вправо 3 клеточки вниз закрашиваем Теперь от этой клеточки по диагонали вниз справа отмечаем клеточку, вниз рисуем полосочку 11 клеточек. От этой клеточки идем влево по диагонали вниз, 3 клеточки вниз закрашиваем. От этой клеточки 1 клеточку по диагонали вниз влево закрашиваем. Теперь от этой клеточки идем влево по диагонали вниз и влево закрашиваем 2 клеточки. От вот этой клеточки идем по диагонали вниз влево, отмечаем клеточку, закрашиваем влево 8 клеточек. От этой клеточки идем вверх по диагонали влево, закрашиваем влево 2 клеточки. От этой клеточки вниз две клеточки закрашиваем. Теперь от этой клеточки идем вправо по диагонали вниз, одну клеточку закрашиваем. От этой клеточки по диагонали вниз вправо отмечаем клеточку, две клеточки вправо закрашиваем. От этой клеточки по диагонали вниз вправо отмечаем клеточку, закрашиваем полосочку вправо, девять клеточек. От этой клеточки идем вверх по диагонали вправо, закрашиваем 3 клеточки вправо. Теперь от этой клеточки нужно закрасить по диагонали вверх вправо 4 клеточки по одной. Отмечаем 4 клеточки по одной. 1, 2, 3, 4. И закрашиваем 4 клеточки по одной. от этой клеточки по диагонали вверх вправо отмечаем клеточку две клеточки вверх закрашиваем теперь от этой клеточки по диагонали вверх вправо отмечаем клеточку здесь будет длинная полосочка сейчас мы соединим контур от вот этой крайней клеточки справа идем вниз по диагонали вправо три клеточки вправо закрашиваем От этой клеточки идем по диагонали вниз вправо, одну клеточку закрашиваем От этой одной клеточки по диагонали вниз вправо, начнем клеточку, две клеточки вправо закрашиваем От этой клеточки две клеточки по одной, по диагонали вниз вправо Закрашиваем два раза по одной клеточке От этой клеточки по диагонали вниз справа отмечаем клеточку, две клеточки вниз закрашиваем. И теперь от этой клеточки по диагонали вниз справа отмечаем клеточку и соединяем вот эти две клеточки. Заканчиваем рисовать контур месяца. Вот такой месяц мы уже нарисовали, теперь нарисуем здесь голову единорога. От вот этой клеточки, вот от вот этой, две клеточки влево закрашиваем. От этой клеточки одну клеточку вниз закрашиваем. От этой клеточки по диагонали вниз влево одну клеточку закрашиваем. От этой одной клеточки еще одну клеточку закрашиваем по диагонали вниз влево. От этой клеточки идем по диагонали вниз вправо, отмечаем клеточку. И теперь влево закрашиваем полосочку в 8 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 клеточек по горизонтали закрашиваем. Это мы рисуем рог единорога. От вот этой клеточки вниз одну клеточку закрашиваем. От этой клеточки по диагонали вниз вправо отмечаем клеточку. Три клеточки вправо закрашиваем. От этой клеточки по диагонали вниз вправо отмечаем клеточку. Три клеточки вправо закрашиваем. От этой клеточки одну клеточку вниз закрашиваем. От вот этой клеточки идем по диагонали вниз влево отмечаем клеточку. И рисуем полосочку вниз в 8 клеточек. От нижней клеточки поворачиваем вправо, одну клеточку закрашиваем От этой клеточки по диагонали вверх вправо отмечаем клеточку Три клеточки вверх закрашиваем От этой клеточки по диагонали вверх вправо отмечаем клеточку Три клеточки вверх закрашиваем От этой клеточки по диагонали вверх-вправо одну клеточку закрашиваем, от этой клеточки еще одну клеточку закрашиваем по диагонали вверх-вправо, от этой клеточки по диагонали вверх-вправо отмечаем клеточку, две клеточки вверх закрашиваем. От этой клеточки по диагонали вверх вправо отначаем клеточку, три клеточки вверх закрашиваем. От этой клеточки идем вниз на одну клеточку, вправо одну клеточку закрашиваем. От вот этой клеточки одну клеточку влево закрашиваем. И от этой клеточки по диагонали вверх влево отначаем клеточку, две клеточки влево закрашиваем. Теперь от вот этой клеточки, вот полосочка из трех клеточек, от нижней клеточки, идем по диагонали вниз вправо, отмечаем клеточку. И рисуем полосочку вниз, пять клеточек. От этой клеточки идем по диагонали вниз влево, отмечаем клеточку. Три клеточки вниз закрашиваем. От этой клеточки идем вправо, одну клеточку закрашиваем. От этой клеточки идем вниз, отмечаем клеточку, 4 клеточки вправо закрашиваем. От этой клеточки одну клеточку вверх закрашиваем. От этой клеточки по диагонали вверх-вправо закрашиваем одну клеточку. От этой клеточки еще одну клеточку закрашиваем по диагонали вверх-вправо. От этой клеточки идем вверх по диагонали вверх-вправо. Две клеточки вверх закрашиваем. От этой клеточки идем вправо, отмечаем клеточку. Вниз четыре клеточки закрашиваем. От этой клеточки по диагонали вниз влево одну клеточку закрашиваем. От этой одной клеточки по диагонали вниз влево отмечаем клеточку. Две клеточки вниз закрашиваем. И от этой клеточки одну клеточку по диагонали вниз влево закрашиваем. Теперь от этого оголочка, от вот этой клеточки по диагонали вверх вправо одну клеточку закрашиваем. От этой одной клеточки вверх по диагонали вправо отмечаем клеточку. Четыре клеточки вверх закрашиваем. Вот такой большой контур сложный мы уже нарисовали. Осталось нарисовать единорогу глаз. От вот этой верхней клеточки перепрыгиваем влево две клеточки. На третью останавливаемся. Раз, два, три. Отмечаем клеточку. И от нее рисуем полосочку влево шесть клеточек. Закрашиваем шесть клеточек по горизонтали. От этой клеточки идем на одну клеточку влево и вверх. Три клеточки влево закрашиваем. От этой клеточки идем на одну клеточку влево и вниз. Одну клеточку закрашиваем. И от этой одной клеточки по диагонали вниз-влево одну клеточку закрашиваем. Теперь берем синий фломастер. И вот здесь в глазе единорога две клеточки закрашиваем по горизонтали синим. Еще я забыла закрасить две клеточки черные. Берем снова черный фломастер от вот этого уголочка. Одну клеточку вверх по диагонали вправо закрашиваем. И от этой одной клеточки еще одну клеточку по диагонали вверх вправо закрашиваем. Теперь я голубым фломастером буду раскрашивать единорога. Я закрашу голубым фломастером вот эту челку. И на вот этом месяце, на его гриве, я раскрашу немножечко голубых клеточек. Закрашиваю здесь клеточки по одной, не очень часто. Неважно, где их рисовать, главное, чтобы они были равномерно распределены по этому месяцу. И теперь раскрашу челку голубым цветом. А теперь желтым фломастером я закрашиваю рог единорога. И вот этот весь месяц полностью внутри контура все раскрашу желтым цветом. И вот такой необычный единорог в месяц у меня получился. Это не самый простой рисунок, но он помещается в тетрадки. Его можно раскрашивать по-своему. Если понравилась моя идея, не забывайте ставить мне лайк. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Всем пока-пока. До новых встреч на канале Пекси Ленджер.